Девушки отдыхают Открывай же! Моя госпожа, что такое случилось? Госпожа, пойдёмте. Пойдёмте же. А если она умрёт? Ах, если бы. Если бы. Как горько о потере ребёнка. Махидевран Султан выглядит такой несчастной. Султан уже знает? Утром я доложил хранителю покоев Ибрагиму Аге. Он обо всём сообщил по дешерху. Я сообщу, Валиде Султан. Если бы вчера ночью ты меня разбудил, Сюмбюль. Хюре Мхатун узнает, а счастье затанцует. Чтобы она провалилась. Не раздражай меня напоминаниями о ней, Сюмбюляга. Скорее сюда, несчастье! Скорее! Вставай, проклятие Аллаха! Вставай и признавайся! Госпожа, прошу вас, она это уже своё получила. Я не уйду, пока она не очнётся! Госпожа, прошу вас, я сделаю всё, что прикажете. Вышвырните её из дворца! Выбросите её трудно снидение животным! Пусть умрёт, иншала! О, Аллах, спаси нас! Какой ужас! Мы пропали! Ах, как же так! Она умерла? Жива, Слава Аллаху! Позовём лекаря и хранителя султанских покоев Ибрагима! Не смей! Никто не узнает! Поднимите её, отнесём к ней в комнату! Никто её такой не увидит! Государь, да пошлёт Господь вам, Махидевран Султан, вашему наследнику Мустафе, долгую жизнь! Да избавит он вас от всяких бед! Спасибо, Ибрагим! Мне нужно повидать Махидевран! Созовём совет позже! Нет! Сегодняшний совет изменит историю! Решит судьбу Османской империи! Очень скоро наши друзья и наши враги увидят, кто мы такие! В ролях Халид Эргенч, Небахат Чехре, Мирьем Узерли, Окан Ялобык, Нур Айсан, Сельма Эргеч, Сема Кичик Карабель, Фелиз Ахмет, Селим Байрактар, Селен Астюрк и другие Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор сценария Мерал Окай Производство Тимс Продакшнс Продюсер Тимур Савджи Режиссёры Ягмур Тайлан и Дурул Тайлан Великолепный Век Где же твоя подружка Хюрем? Её нет? Она сейчас в гостях у Падишаха Да, сильная у Хюрем магия Ну-ка расскажи, как она колдует Колдовать это ваш удел, Хюрем не колдует Ты завидуешь? А ты как будто не завидуешь Только сказки мне не рассказывай Чего вы ждёте? У вас урок Ну-ка, все в ряд Быстро в зал для каллиграфии Хватит болтать Идите, открывайте учебники Я сейчас приду Быстрее Скорее, скорее Моя госпожа, мрак моих ночей озаряют звёзды Ваш свет соперник солнцу Месяц уйдёт смущённо с небосклона Ибрагим, ваш слуга, ослеп от этого света Теперь уже этого не исправить, моя госпожа Хатидже Хатидже Хатидже, дочка, ты снова о чём-то мечтаешь? Простите, я задумалась Я думала о Махидевране, её малыше Каждой бы женщине, желающей ребёнка, её судьбу Госпожа Что случилось, Дайя? Ты вся запыхалась У Махидеврана, султан, случился выкидыш Она потеряла ребёнка О боже Я уже иду, она наверняка в отчаянии Госпожа, у меня ещё новости Постой, Дайя, моё сердце не выдержит ещё одно печальное известие Рэм Хатун Её сильно избили На ней живого места нет Как? Кто посмел это сделать? Махидеврана? Махидеврана? Судьба на всё воле Аллаха Не плачь, не печаль меня Мустафа не должен видеть тебя такой Ты ему сказала, он знает Я поговорю с Мустафой А ты быстрее выздоравливай А сейчас меня ждёт совет Бедняжка Вся изуродована Обязательно нужен лекарь Сюмбюляга Ты слышала, Дайя Хатун? Мы сами за ней присмотрим Принеси воду и чистую тряпку Тут только водой и тряпкой не обойтись Эта женщина не какая-то там наложница А любимица падишаха Если она умрёт, могут нас обвинить? Сделавшись с ней такое, Махидевран, султан ничего не будет А вот нам точно голову отрубит Я не могу ослушаться, Нигер Калфа Отвечать будет Дайя Хатун Давай не будем спорить Сулейман Мы с несерпением вас ждали, Лалакас импаша Ну, всё ли у вас в порядке? Слава Аллаху, государь, всё хорошо Как предстал перед вами, увидел ваше лицо И всю усталость, как рукой, сняло Ну, возраст, сами понимаете Какой возраст? Вы со своей рассудительностью ещё всех нас обойдёте На сегодняшнем совете вы нам очень нужны Необходимо ваше мнение, память, здравый смысл Конечно, мой повелитель Для меня честь быть полезным для вас Хватит горевать Смотри, какой у нас наследник шахзады Мустафа Ты о нём подумай Ты молода Слава Аллаху, здоровье в порядке Это выше моих сил Я так хотела этого ребёнка Он был так нужен Очень долго не удавалось забеременеть Смогу ли я ещё? Валиде, султан Не вставай Мне очень жаль Как грустно Хватит же Найди моего внука Мустафу Побудь с ним Я побуду здесь Ты должна стыдиться того, что сделала Бисмиллах и рахмана рахин Во имя милостивого и милосердного Аллаха Я открываю этот совет Сегодня настал день, который должен войти в историю Неверный венгерский король Лаеш Вместо того, чтобы оплатить свои долги Прислал голову нашего посланника Бехрана Чавуша Я считаю это причиной для войны Я желаю газоват Визири, паши, уважаемые шейхи Что вы скажете? Повелитель Вы приняли правильное решение По отношению к неверному Лаешу В ответ на то, как он обошелся с Бехрамом Чавушем Было нанесено оскорбление Кроме того, оскорбление нанесено Вашему величеству Халифу исламского мира И всей Османской империи Лалах Асим Паша Тебе слово Мой повелитель Я всегда говорю Что самые плохие действия Совершаются в результате скорых решений Принятых в гневе Но также я знаю, что Ваш разум Всегда опережает ваш гнев Этот разум направит вас к действию Мой повелитель Ваша воля возвышает империю Слава Аллаху Никто не увидел этого позора Как ты могла ввязаться в ссору с наложницей? Ты супруга Падишаха Мать наследника престола Это дворец топ-копы Последний невежа такого бы не сотворил Я была в отчаянии Когда я шла в покое султана сообщить о потере Нашего малыша разделить свою боль с повелителем Она шла мне навстречу Тебе-то что? Не заговаривай с ней, проходи мимо Я так и делала Но она что-то прокричала мне Я не смогла себя сдержать Что она сказала? Я сошлю вас из этого дворца Я выгоню и Валиде Султан И тебя, и твоего сына Этот дворец будет моим Вы же будете взаперти в старом дворце Хватит! Мой сын не должен об этом знать Не получится это скрыть, доехать он А если она умрёт? На всё воля Аллаха Думай о хорошем не геркалфа Она права Я хотя бы хранителю султанских покоев Ибрагиму Аге сообщу Вы слышали меня? Никто не должен об этом знать И в эту комнату никто не войдёт Айше, она здесь живёт С ней что делать? В огромном гареме комнат нет Переселите её Не убегай, иди сюда У меня важное дело Важное? Все члены Совета Согласны с нашим падишахом В вопросе объявления войны против Венгрии Да поможет нам Аллах в наших благих целях Слава Аллаху Нельзя недооценивать нашего врага Будь он хоть муравьём Воспринимайте его так, будто он лед Никогда не надо забывать об этом Вот тогда победа будет нашей Мы разобьём их, Андре Мы раздавим османов, как муравьёв У султана Сулеймана ещё молоко на губах не обсохло От страха он из дворца не выйдет Как он всей Европе бросит вызов У тебя есть новости? Ваше Величество Ватикан считает, что вы совершили ошибку Там не одобрили, что голова османского посла Была отправлена обратно Константинополь ответит на это Последствия будут тяжёлыми Нам сообщили, что будут приняты решения Ватикан пусть даст мне самому решать, как править королевством Они должны заниматься вопросами рая и ада Ну а если хотят, пусть не пускают в свой рай меня Эта крепость очень высокая Хадиджея, я вижу всё Давай всегда сюда приходить Всегда не получится, Мустафа Сюда можно подниматься только в особые дни А что сегодня особенного? Мы идём на священную войну Наши мечи заржавели Четыре года не было походов Да здравствует султан Сулейман Да здравствует султан Сулейман Смотрите, они вынули мечи Где мой меч? Я тоже хочу Смотри, видишь, вон те бунчуки Это бунчук моего папы? Очень красивый Бунчуки вынесли во двор, это значит, что состоится поход Падишах принял решение начать войну Я тоже пойду на войну с отцом и Ибрагимом Я тоже пойду на войну с отцом и Ибрагимом Я тоже пойду на войну с отцом и ибрагимом Я тоже пойду на войну с отцом и ибрагимом Я тоже пойду на войну с отцом и ибрагимом Я тоже пойду на войну с отцом и ибрагимом Я тоже пойду на войну с отцом и ибрагимом Я тоже пойду на войну с отцом и ибрагимом Я тоже пойду на войну с отцом и ибрагимом Я тоже пойду на войну с отцом и ибрагимом Я тоже пойду на войну с отцом и ибрагимом Девушки отдыхают Я не управляюсь Я прогоню эту армию дураков Я не могу опозориться перед султаном Совет ещё идёт Спокойней, Шакер Не беспокойся, вы успеете Дайте мне супа И мясо приготовьте Скоро будет готово, я вам из печи дам Пусть из чулана принесут Нужно сырое мясо Сырое? Вот ещё, а что с ним делать? Выброшу кошкам-собакам, а тебе-то что? Иди, принеси из чулана сырого мяса Быстрее, ну же, скорее, скорее, скорее Да что ж такое Она поправится, госпожа лекарь? Поправится, бедняжка Её сильно изуродовали Она долго в себя не придёт Она не в состоянии твой суп есть Это не суп Я сырое мясо принёс Ты бы ещё сюда кебаб притащил Ты совсем с ума сошёл, Сюнбюляга? Мы приложим это сырое мясо К её лицу, глазам Ко всем ранам На целый день, пока мясо не стухнет Оно заберёт всю кровь Все синяки и подтёки Не сегодня-завтра Султан призовёт к себе Свою фаворитку И что мы будем делать? Если он спросит, кто сотворил Такое с моей любимицей А ты откуда взялась? Уходи, не стой здесь Я хотела узнать, как себя чувствует Хюрем Хатун А ты не знаешь, Гельшах? На ней живого места нет Вот тебе мой совет Молись, чтобы она жива осталась А теперь закрой свой рот И забудь, что видела тут Хюрем нигде нет, Нигеркалфа Где Хюрем? Скажите, я умираю от волнения Что с ней? А тебе какая разница? Какое тебе дело до Хюрем? Вы же знаете Эй, хватит, Мария Я отчитываться не собираюсь Мария! Мария, стой, я тебе сказала! Хюрем! Хюрем! Сюда нельзя Что с Хюрем? Ничего серьезного Поднялся жар, мы дали лекарство, она спит Хюрем, ответь! Уведи ее отсюда, пусть замолчит А если нет, то накажите Тихо, замолчи! Тихо, замолчи! Неприятности ищешь Ступай! Из арсенала сообщили, что все готово Отлично Когда идем? Сейчас же Мы снова пойдем инкогнито? Нужна осторожность, пойдем инкогнито Дорогу! Папа! Мой сын Я тоже пойду на войну О, нет Если и ты пойдешь, кто же будет смотреть за дворцом? Кто позаботится о твоей маме? Мама грустит и плачет из-за того, что ты уходишь на войну? Пойдем поговорим с тобой, как мужчина с мужчиной Быстро говори, как она? Доехать, он меня, естественно, сразу выставила Но я успела разглядеть сбоку Ее положение ужасно, госпожа Лежит на постели, словно мертвая Пусть умрет, тогда я спасена Пусть умрет! Мой братик не придет? Он обиделся, потому что ты его не хочешь И отказался приходить Ничего не поделаешь Но мой Мустафа стоит целого мира Когда вы отправитесь в поход? Когда закончится приготовление? Уже совсем скоро Да хранит вас Аллах И я буду молиться за вас И ваши молитвы, и ваши глаза Будут со мной всегда Свет ваших глаз, который сводит меня с ума Будет освещать мой долгий путь в ночи Госпожа Я тебя утоплю в этом мешке Как ты смеешь присылать плохой рис Этот товар сегодня же будет заменен Слушаюсь, господин, как пожелаете Пусть процветает наш дворец Какой же ты мошенник? Только попробуй не заменить Выгоню тебя вон с рынка Не будешь торговать, будешь помойки у меня чистить Господин, клянуй, завтра же утром я все исправлю Выход, присядьте Я в гачеве с пастилой Это из Антепа Я знаю, вы ее любите А виноградный суджук привезли? Ладно, давай попробую Сынок, отрежь око суджука с орехами и пастилы Прошу, шокерога, прошу Не сердитесь, присядьте Шокерога, вам не мало одного око? И султану Сулейману передайте Мы слышали, наш правитель влюбился в русскую наложницу Закрой свой рот Не болтай зря Все, что происходит в гареме, большая тайна Пока вы тут сплетни собираете На ворота султанского дворца Вывесили два бунчука Просыпайся, народ Поход идет султан Сулейман Разбрасывает Падишах Сеньор, Падишах принял решение начать войну В дворцовом саду торжественно вывесили военный флаг Я ожидал этого Значит, султан Сулейман решился Король Лаеш не знает, кому противостоит Конец может стать трагическим Надо срочно оповестить всех Венецию, Ватикан и этого глупца из Будды Карта Европы будет изменена Мама Папа Где вы? Хюрам Сулейман Спаси меня Успокойся, Хюрам Хатун Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Дала лекарства и примочки Ей теперь уже лучше Я никого не пускала к ней С ней только Нигер Калфа сидит Дай ей, ради Бога, бутничеку Пусть эта позорная история завершится Я тебе доверяю Закрой дверь на террасу Стало прохладно Посмотри, Хатидже все еще там Да, Хатидже Султан все еще сидит на террасе С ней и Гюльфа Мхатун, как всегда В последнее время она такая тихая, задумчивая Она так молодая уже вдова Я ведь ей, наверное, как-то помочь должна Я не хочу, чтоб она в четырех стенах увидала Дая Надо бы уже подумать о подходящем женихе Например, молодой, образованный, готовый жениться Паша с многообещающим будущим Кто же может подойти на роль такого Паши? Не знаю Я поговорю об этом с сыном Хюре Улыбку и радость приносящие Сулейман Я хотела бы Что же, расскажи мне Я хочу верить в то, во что веришь ты Твоими глазами смотреть на солнце Видеть то, что ты видишь Я хочу верить в Аллаха, в Бога твоего Ты хочешь стать мусульманкой? Да, хочу Мой повелитель Ибрагим Подойди Господин, не нужно ли вам что-нибудь? Нужно Ибрагим Влюбись, наконец, и будь счастлив Создай свой рай Я очень счастлив У меня есть Хюрем Знаешь, что она мне вчера ночью сказала? И что же? Я хочу верить в то, во что веришь ты Хочу твоими глазами смотреть на солнце, сказала Мусульманкой хочу стать, сказала Она сказала это искренне С любовью сказала Ради меня Чтобы быть со мной единым целым Ах, любовь, как ты велика Ах, любовь, не покидай нас Ах, любовь, не покидай нас Мама! Папа! Папа! Хюмрен 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 Встань Гадюка Будь ты проклят Это из-за тебя я ребёнка потеряла Гадюка, гадюка, убийца Сулейман Капитан Пулак Мустафа Паша Наш флот готов? Готов, повелитель Имею честь демонстрировать наши новые галеры Давно ты сюда пришёл, матракчи С ночи, мой повелитель, я немного поработал Снова что-то изобрел, показывай Я подумал, как мы будем переправлять лошадей Над этим я и работал, мой повелитель Итак Мы переправим на лодках людей через Дунай Поставим без труда пушки Но лошади Они должны находиться там, когда сражения происходят на земле Это важно Клянусь вам, повелитель, я найду этому решение Новые узкие галеры уже на верфях Всё делается быстро Ты слышал, Ахмед Паша? Узкие галеры Ибрагима уже почти достроены Иди посмотри, как продвигается дело Повелитель не пристал нашему флоту иметь такие изящные лодки с названием галеры Давайте дадим имя этому изобретению Пусть будет любое имя, посмотрим, каковы они в действии Главное, подойдут ли они нам или нет Пойдём, Ибрагим, посмотрим на это изобретение Идём и трактим Как скажешь, повелитель Продолжай слушать своего раба и унижать своего визиря Тебе не стыдно, Паша? Юрем уже два дня нет, разве можно так долго быть с султаном? А почему обязательно с султаном? Может, её уже бросили в море на съедение голодным рыбам? Нет, нет, не так Может, они отрезали её длинный язык? Отрезаешь прямо под корень язык этой ядовитой змеи, а потом… Айше Хатун, ты видела Хюрем? Нет, меня переселили в другую комнату Хюрем больна, не встаёт Сказали, что я заражусь О, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мама, что сделали с твоей дочерью, отец? Эта женщина-змея меня убила, а теперь я ее убью. Мое лицо. Сулеймон больше на меня не посмотрит. Юрий Амхатон. Мое лицо погибнуть. Уйди. Ты не умерла, и лицо твое заживет. Ты будешь еще красивее. Давай-ка, ложись, давай. На помощь! Ложись, ложись, ложись. Не кричи, не кричи. Аллах! Аллах! Бисмиллях! Бисмиллях и рахман и рахим! Аллах! Она стала мусульманкой. Бисмиллях и рахман и рахим! Мой повелитель, за счет того, что эти галеры узкие, возрастет маневренность, и качать их сильно не будет. У них есть и весла, и паруса. Появляется двойное преимущество. На вся воля Аллаха. На вся воля Аллаха. Капитан Пулак, пусть Матракчи не думает, что я не придал значение его словам. Матракчи прав. Это может быть удачный тип корабля. Мы сможем перевезти много груза через Дунай. Ибрагим, и все-таки ты запустил в производство узкие галеры. Да и вообще, такие узкие вопросы в твоем стиле. Давай скажем капитану Пулак Мустафе Паше, пусть сделает тебя капитаном на этом узком флоте. Я честно исполню любой долг перед Империей. И я сделаю все, что необходимо для победы нашей армии. Визирь, звания не важны. Я готов пожертвовать жизнью ради долга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Султан ожидает фюрем-хатун. Срочно пришлите ее. Ты слышал меня, Симбюляга? Слышал, господин, конечно, слышал. Вот и славно, давай шевелись. Скажи ей, пусть явится. Конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ешь, давай, не зли меня. Тебе нельзя голодать. Хатун, не серди меня. Ешь же! Ешь! Аллах, Аллах. Мы пропали. Пропали. Наш повелитель ждет хюрем. Как же она пойдет? Что же мы скажем? Я знаю, что вы должны сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хюрем. Повелитель. У тебя что-то важное, Эбрагим? Симбюляга прислал весть из гарема. Хюрем-хатун не хочет идти. То есть, он сказал, что будто ей неудобно. Что это за выходки? Я приказываю, пусть немедленно придет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я жду тебя, где ты ходишь. Шихзаде Мустафа поздно уснул. Иди, посмотри, как там эта рабыня пришла в себя. Узнай, как она. Я скоро взорвусь от любопытства. Слушаюсь, госпожа. Я сейчас все узнаю. В чем дело? Снова отказывается? Мой господин, достопочтенный хранитель покоев, клянусь Аллахом, я ее просто умолял. Но она заупрямилась, говорит, не могу прийти. Сюмбюляга, эта женщина с ума сошла? Султан Сулейман Хан ждет. Да кто посме... А ну, говори, что вы все скрываете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогу Султан Сулейман Хан Хазрет Лери. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты смеешь мне перечить? Смотри мне в лицо, говори! Мое лицо умерло, повелитель. Не нужно Султану на него смотреть. Что значит лицо умерло? Подними голову. Не смотреть, не смотреть, уходить! Хюрем умерла! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хюрем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Госпожа, Султан пришел в Гарем. В ярости направился в комнату Александры. Кто это сделал? Кто осмелился? Скажи мне, Майхюрем, кто на тебя напал? Скажи, и я убью того, кто это сделал. Я убью каждого, кто заставил тебя плакать. Скажи! М... Махи... Махидавран? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дай ей, Катун! Отнесите Хюрем ко мне. Позовите лекарей. Ранами я займусь сам. Кто знает, какую ложь она сейчас говорит. Изображает из себя забитую несчастную жертву. Как ангел вьется вокруг моего Султана. Ложь, чтобы она не сказала, все ложь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто ты? Прежнюю Махидавран, Султан, я не узнаю. Скажи, как в тебя вселился этот дьявол? Мой поверитель. Как ты смеешь поднимать руку на мой гарем, на моё сокровенное? Рука поднятая на неё, поднятая на меня. Отныне я не хочу ни видеть, ни слышать тебя. Мой Султан, прошу вас... Я не хочу слышать твой голос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты с нами сделала? Махидавран, ты убила нас. Махидавран, ты убил нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хюрем! 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 Кто? Кто с тобой это сделал? Ничего страшного, упала в бане. Давай, уже спать пора. Растилайте ваши постели, быстро! Валиде. Здравствуй, сын мой. Рада тебя видеть. Не думаю, что есть повод для радости. Объясни мне. Скажи, что произошло? Ты о походе? В поход мы скоро отправимся. Подготовка идёт. Я пришёл из-за поступка Махедевран. Валиде, завтра её здесь уже не будет. Мустафа останется со мной. А её отправьте одну в старый дворец. Я больше не хочу, чтобы она жила в моём дворце. Я даже лица её видеть не могу. Не можешь. Сынок, ты что, с ума сошёл? Разве так можно? Махедевран твоя супруга, мать твоего наследника. Какой небывалый стыд для нашей империи. Это противоречит всем законам и нашим традициям. Согласно нашим законам, за то, что она сделала, её нужно казнить. Я этого не сделал. Но теперь её присутствие рядом со мной в моей жизни невозможно. Она будет наказана, Валиде. Прошу это запомнить. КОНЕЦ Как ты? Тебе больно? Ты приходить, боль прошла. Всё пройдёт, Херэм. Всё пройдёт. Только не плачь. Отныне никто до кончика твоих волос не дотронется. Ты – хорошее лекарство. Не уходи. Не бросай Херэм. Ты – нет. Много горя. Много бьют. Тш-ш-ш. Всё закончилось. Не утомляй себя. Я вылечу. Твоё личико подобное роде. Твоё личико подобное родное 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 род Повелитель пришел главный лекарь осмотреть больную. Она сейчас спит, не будем будить. Пусть идет, если понадобится, позовем. Иврагим, отправь лекаря иди на террасу. Хюрем так испугалась, так настрадалась. Даже когда я ее обнимала, она дрожала, как воробушек. Как Махидавран дошла до такого? Как посмела совершить такое безумство? Порой любовь может сделать человека безумцем, повелитель. Она заставляет нас совершать постыдные ошибки, которые порой потом сложно исправить. Этого нельзя оправдать, Иврагим. При виде Махидавран я сразу буду вспоминать изуродованное лицо Хюрем. Ее страдания. Пусть она уедет из этого дворца. Они уедут, повелитель? Любовь, говоришь, Иврагим. Любовь может так ослепить, заставить человека убить соперника. Я не хочу такой любви. Я хочу, чтобы любовь уважали. Сулейман! Сулейман! Я здесь, Хюрем. Я здесь. Я здесь. КОНЕЦ 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 Хюрем! Хюрем! Ты пришла! Ты пришла! С тобой все хорошо? Очень хорошо. Султан заботился. И день и ночь сидел у моего изголовья. Ты лучше говоришь по-турецки. Много говорю, вот и выучила. Султан Сулейман научил. Он стал мне как учитель в школе. Ну, а теперь ты рассказывай, что происходит в гареме. Махидавран очень плохо. Все время плачет. И ребенка нет. Выкидыш! Султан очень ее ругал. Ругал? За что? Очень сердился. Говорят, кричал. За то, что она с тобой сделала. Сколько дней уже эта наложница у него в покоях? Он ухаживает за ней. В Элиде, как мне сейчас горько. Радуйся, что ты осталась в этом дворце и молчи. Мой сын сказал, что не хочет тебя здесь видеть. Время прошло, пусть его гнев поубавится. От какой беды я тебя уберегла, и не смей больше жаловаться. Занимайся сыном, молись, твори добро и терпи. Она отравила Сулеймана. Заколдовала его. Она змея, Валиде, я знаю. Змея. Если ее не раздавить, она навредит нам всем. Ну, хватит, Махидевран. Не серди меня. Иди занимайся Шахзаде Мустафой. Ты занята собой и забыла про него? Не пренебрегай своим материнским долгом. Хюрем Хатун, султан прислал тебе целый сундук подарков. Как красиво. Отнесите сундук наверх. Мария, идем. В моей комнате посмотрим, какие подарки прислал мой султан. Вот это мое поле. Вот это мое поле. Иврагим, мы готовы двигаться в путь? Да, повелитель, почти готово. Из арсенала пришли вести. Вашу двойную пушку отлили и ждут, чтобы показать ее вам. Хорошо, пошли немедленно. Сейчас кругом очень много шпионов. Время похода пришло, но они не знают, где мы ударим. Они ничего не узнают. Со дня на день начнется поход. Вот тогда-то они и поймут, что к чему идти. Итак, мы поставим шатры в двух разных местах и установим бунчики. На востоке шатер будет в Юскюдаре, а на западе он будет на равнине Давуд Паша. На восток и на запад. Они будут поражены. Венгрия, замок Будда. Ваше величество. Я ведь велел не мешать мне. Прошу прощения. От нашего константинопольского посла пришла очень важная весть. Османы решили начать войну. Они нам войну объявляют? Пока непонятно. Но посол полагает, что велика вероятность того, что они нападут на нас. Османы замышляют, но не сделают. А если уж они обезумят и все-таки придут, я так этого Сулеймана проучу, что у него не останется шанса убежать. Я его похороню прямо на его лошади в низине Будды. Ха-ха-ха. А теперь выйди вон. Уходи, Андрей, уходи, уходи. Ты стала мусульманкой? Как это? Молишься Говоришь, что нет Бога, кроме Аллаха Мухаммед пророк его Раб и посланник, и всё Ты мусульманка А ещё ты говоришь бессмелях Возьми Мария Не надо, это твоё Мария Бери Ты моя единственная подруга Единственная Спасибо тебе Ты тоже моя единственная подруга И это возьми Очень скоро этот дворец будет моим Наложницы в гареме Все встанут передо мной на колени Все станут моими рабынями А ты будешь моей приближённой Когда я Рассказывай, Матракчи Мой повелитель Мы такую пушку вылили Со здешними хитроумными мастерами Любой позавидует Посмотрим, Матракчи Посмотрим, насколько Она хороша Соединяйте Аллах бессмерт Играет музыка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Султан Сулейман видит меня. Он звал меня. Хюрем Хатон, уходи. Придёшь позже, я позову. Мы работаем с султаном. Хюрем пришла, Ибрагим. Смотри. Мой султан меня слышит. Позже, Ибрагим. 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 Музыка. Ибрагим. Хатиджи, красавица моя, ты такая задумчивая, все время грустишь. Что-то случилось? Ничего, Валиде. Хатиджи, сядь рядом. Мы так долго с тобой не разговаривали из-за неприятностей в гареме. Тебя в юном возрасте постигло несчастье, ты стала вдовой. Ты хранила траур. Теперь пришло время подумать о своем счастье. Ты молода, красива. Твоя жизнь не должна пройти здесь у моих ног и с пяльцами в руках, Хатиджи. Я хочу любить своих внуков. Видеть тебя, девочка, счастливой. Я обещала Мустафею почитать сказку перед сном. Он ждет меня. Простите, Валиде. Хорошо, иди. Шахзаде тебя ждет. Подумай о том, что я тебе сказала. Моя госпожа. Дае, тебя везде не было. У тебя много работы. Не надо так себя загружать. Моя загруженность пустяк. Я посплю, и усталость пройдет. Но эта Хюрем Хату направилась, вернулась, сразу начала манерничать. Говорит, я буду хозяйкой этого дворца, все будут мне подчиняться. Вот что происходит, когда балуешь рабов. Сулейман уйдет в поход, и вот тогда я покажу этой Хюрем, кому принадлежит этот дворец. А когда сын вернется, то не найдет ее здесь. Смотри, Хюрем Хатун, это река Дунай. Отсюда мы пустим флот. Мы зарядим порох пушки, и снаряды полетят. Сражение произойдет здесь. Ты не бояться погибнуть? Война. Кровь. Много людей умрет. Много семей погибнет. С такими мыслями не достичь победы. Выбрось все дурные мысли из головы. Око за око, кровь за кровь. В конце концов, это не я придумал войну. Человек воюя не погибает, но цивилизация создается в войнах. Я обязан расширить наши земли дальше, чем это сделал мой отец, султан Селимхан. На этой земле никого, кроме тебя, нет. У меня нет семьи. Друзей нет. Если ты ко мне не вернешься, я умру. Молись, Херем Хатун. Молись. В моих молитвах теперь и ты есть. Аллах, прости меня. Я не захотел брата. Брат на меня обиделся и ушел. Пусть он придет. Он такой маленький. Пусть моя мама не плачет. Пусть мой братик придет. Я обещаю, я буду его очень любить. Пусть мой папа меня очень любит. Пусть мама не грустит. Аллах, услышь меня Всевышний. Мустафа, ты не хочешь спать? Я уже ложусь. И ты ложись со мной. Иди сюда. Давай ляжем вместе. Не уходи. Ибрагим ждет. Нам нужно работать, а ты спи, Херем. С тобой спать хорошо. Херем одна плохо совсем. Ну прекрати. У меня много работы. Давай-ка. Ибрагим или Херем? С кем работать лучше? Ты ревнуешь к Ибрагиму? Конечно. Он видит чаще меня, моего султана. Придется тебе смириться. Мой повелитель. Ферхад Паша перешел из Дамаска в Кайсире. Он держит там позиции с частью армии во избежание угрозы со стороны Ирана от Шаха Исмаила. Главы Санджаков Египта, Дамаска, Диар-Бакыра, также следят за безопасностью. Всем правителям, через земли которых пройдет путь, были даны указания. Дороги и мосты ремонтируются. Все склады с провизией заполнены. В Анатолии было куплено 30 тысяч верблюдов. У крестьян был закуплен мелкий и крупно-рогатый скот. Мой повелитель, 15 тысяч воинов из Румели готовы к походу. Они присоединятся к нам в Эдирне. Аферхад Паша пусть присоединится к нам в Румели. Ахмед Паша, ты сейчас же поезжай и проследи собрание армии в Эдирне. Лала Касим Паша, пока мы в походе, империя остается на тебе. Мой повелитель, для меня честь принять от вас эту почетную обязанность. Даже не думайте беспокоиться. Счастливого вам пути. Пусть будет священным ваш поход. Синьор Бальос, рад вас видеть. Надеюсь, ваши дела в полном порядке, синьор Джошуа. Да, Этенди. Вы слышали? Вдовут Паша был сооружен шатер. А теперь еще в сторону Юскюдара поставили шатер. По какому же пути пойдет войско в поход? Как это можно узнать? Из дворца нет никаких вестей. Все хранят секрет. Султан затеял с нами игру. Это наверняка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Ты много рядом с Сулейманом. Слишком. На меня времени нет. Думаю, хватит, Ибрагим. Хюрем-хатун. Я слуга Султана. Я его раб. Его брат. Его соратник. Поняла? И заруби это себе на носу. Я хранитель его покоев. А ты знай своё место. И свой статус. Хюрем-хатун. Ты ещё увидишь, каково моё место и статус. Змей-врагим. Юра, ты меня ждала? Я ждала тебя, Повелитель. Не могла уснуть. Ну, не плачь. У меня сердце сжимается, Хюрем. Не говори, не плачь. Ты завтра уходить, я умереть. Смерти нет, Хюрем. Пока я жив, тебе умирать нельзя. Ясно? Нельзя. Наконец, мои глаза открылись. Сердце полюбило. Если это грех, приди и убей. Я всегда просил Аллаха достойной смерти. Спасибо Аллаху, что меня убил. Твой взгляд украдкой. Кому ты можешь пожаловаться, что ты любишь? Ведь ты влюблён по доброй воле. Субтитры создавал DimaTorzok Это платок моей госпожи Хатидже Султан. Она сказала, пусть привезёт его обратно. Передайте моей госпоже самое искреннее уважение. Скажите ей, что я обещаю вернуться с победой. А этот платок я буду хранить у сердца. Он станет мне щитом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да будет священным ваш поход. Аллах хранит тебя. Когда я выйду из дворца, я сам лично заложу первый кирпич мечети в честь моего покойного отца. Затем я помолюсь, а потом уже отправлюсь в путь. Но можно уйти и не вернуться в Алидель. Для начала мы заложим первый камень. Сын мой, папа и я пойду на войну против неверных. Я порублю их мечом и поднесу тебе их отрубленные головы. И такие счастливые дни к нам придут, слава Аллаху. Мустафа, какие победы мы с тобой вместе одержим. Но для этого учись хорошо, слушайся учителей. Папа, хватит говорить про учебу. Ну, парад начинается, пора идти. Аллах, да сохрани сына моего. Не забывайте молиться. Мы готовы. Да, конечно. Папа, хватит. Пусть славен подержат! 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 Субтитры подогнал «Симон» Константинополь еще не видел подобного парада войск. С самого утра народ на улице празднует отправление Падишаха в поход. Османы хотят войны и победы. Армия хорошо организована и многочисленна, десятки тысяч. Во главе их султан Сулейман. Он уничтожит Венгрию. Султан Сулейман идет отомстить Лайошу. Я Сулейман. Сын султана Селимхана и его супруги Хавси Валиде Султан. Десятый правитель Османской империи. Правящий сифивидами, египетскими мамлюками, аббасидами, Сирией, Палестины, Хиджазом, шелковым путем и дорогой специй, морями и пустынями, единственный властитель бессмертного османского наследия. Я Сулейман. Клянусь расширить земли моих предков, простирающиеся от востока до запада, до самых западных границ. Клянусь обеспечить процветание и справедливость для своих подданных. Клянусь привнести на землю, где ступает моя нога, мир, уверенность и изобилие. Клянусь вернуться живым с войны и жить в радости, оставленной мной в прошлом. Субтитры создавал DimaTorzok